Мы можем использовать и на глаза, и на губы, и в качестве румянца скульптора, средства для бровей, на слизистую, на ресницы. Подождите, я правильно слышал, что матовую... Ну, это же как матовая помада. Нет, это кремовый пигмент. Кремовый пигмент матовая. А как его растушевывать, если его использовать как скульптор? Она же не сцепится. Я просто вас вижу на глазах, она полностью и вниз, и вверх. Никаким образом. Вообще, если вы... Просто я знаю, что гидрофильные скрабы, они не пользуются на глазах, потому что в глазах всегда очень тонкая оболочка. Это вообще не как... Подождите, а она не высыхает, я так понимаю? Ну, она высохнет, естественно, просто через какое-то время. Друзья. Бонжу! Дочки мои! Нет, сегодня не Хэллоуин, и я не из цирка ужасов. сегодня просто у нас обзор косметики крыгина так что у меня просто слов нет как видите у меня настроение новогодние у меня и студия новогодние и макияж хотел чтобы новогодние того я похож на визажиста я похож господи человек который ночью работал всю ночь в заводе давайте начнем этот шикарный макияж и посмотрим что это за крыгина давайте поехали ну что друзья давайте начнем уже наш обзор и посмотрим на что это вообще за косметика я честно скажу я не купил все оттенки радуги которые у них вообще было это знаете это больше мне напоминает краски для рисования ну ассоциация вот прям такая когда я подошел к золотому яблоку значит во первых я не мог найти где вообще этот стенд потом нашел маленький маленький такой стенд мне не знаю там угол уголки где-то стоит написано крыгина несколько фотографий и стоит какая-то девушка размазанная с пигментами как бы ужасным макияжем это просто бы кошмар от просто она наверное начинающий визажист я так понял у нее все пигменты были вот они должны быть здесь они здесь все было здесь здесь ну кроме глаз было везде теперь самое интересное я записал полностью наш раз разговор потому что одно дело что прочитать конструкцию которую у нее внутри а другое дело значит послушать самих их как они вообще ассоциируют свою косметику что они вообще про эту косметику знают как им пользоваться поэтому давайте вместе посмотрим на этот запись полностью и вернемся нашей косметики не отключается смотри дальше будет интересно да мы можем использовать и на глаза и на губы и в качестве румянцы скульптора средства для бровей на слизистую на ресницы так подождите я правильно слышал что матовую ну это же как матовая помада нет это кремовый пигмент кремовый пигмент матовая а как его растушевывать если его сделать ну как использовать как скульптур у нас есть два вида разбавителей с помощью которых мы можем менять насыщенности текстуру и она же высыхает каждый момент его надо каждый момент добавлять этот цвет и средства нет нет мы смешиваем и нас есть достаточно времени хорошо как узнать что сколько количество надо добавлять от этого раствора еще на этот крик один к одному обычно добавляем средстве уже когда вы начинаете пользоваться просто начинаете чувствовать сколько вам нужно этого продукта подождите она не высыхает я так понимаю она высохнет естественно просто через какое-то время а какое время ну то есть человек успевает его кукорство 40 секунд может быть чуть больше с расправителем фигменты фигменты не и зодо декан это летучая жидкость раз такая визе масле и стать чуть-чуть по ощущениям и зодо декан это как я сказал летучая жидкость которая применяется косметических средств для растворения пигментов и чтобы они когда они я все понимаю когда они высыхают то есть эти масло как вы говорите и тучи она же не сыпется и я просто вас вижу на глазах она полностью вниз и вверх а как снять этот макияж средствами для снятия стойка стойку косметики фаска гидрофильное масло она не оставь она не остается на глазах как бы таким образом вообще если вы просто я знаю что гидрофильном ну как бы скрабы они не пользуются на глаза потому что в глазах всегда очень тонкая оболочка этого человека нет просто ваши когда я познакомился с вашим брендом я увидел что написано что есть у вас остается на глазах или на губах или на кожи остается пигмент убирать его через скраб нет на самом деле просто мне непонятно на глазах как можно убрать скрабу потому что его нельзя маска маска потому что маска тоже растворяет остатки для бровей тушь что-то для бровей есть определенный оттенки которые вы можете использовать так одиночном виде так и смешивая между собой достигая оттенку который нужен вам а как тушь как тушь любой цвет можно использовать естественно это будет просто то есть то же самое же крит как уговорить как он называется конкрет конкрет его можно использовать и как тушь не будет какой-то там объем удлинения это будет просто окрашенные ресницы ну ладно соглашусь с вами растворитель ну маленький 2 смотрите в чем разница это ну скажем так дуралай это то же самое ну и можно разбавить прям сильно вот вы посмотрели то что я снимал то что она говорит честно я так понял что они сами не понимают до конца вообще как пользоваться этой косметикой ну честно потому что она мне то ли так объяснила то ли так объяснила я конечно задавал тупые вопросы я типа ну типа ничего не знаю типа я такой подошел по кому-то там покупаю просто такой продавец который без понятия косметики я хотел чтобы они мне хоть что-то объяснили хоть что-то сказали чтобы я простой человек который не знает что это за косметика и вообще без понятия про косметику что-то смогут ли они вообще объяснить и показать эту косметику но насколько я понял что они в принципе сами не знают просто то есть они прочитали кран конструкцию и они еще из себя что-то там придумывают и как бы стараются что-то объяснить ребята я изначально хочу сказать что у меня негативная к этому бренду вообще ничего нет то есть я елена крыгина 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 в общем не ассоциация как шуругина ну ладно честно я даже не знал до этого что кто такая елена крыгина и чем этот человек вообще занимается оказывается что елена крыгина это якобы визажист еще бьюти блогер цены были просто бомбически честно потому что один вот давайте я вам покажу косметику вот косметика это золотое яблоко что внутри видите три продукта давайте я вам покажу значит у меня внутри продукта значит у меня один растворитель как мне сказали значит 2 продукт конкрет они его называют так разваливается все конечно вот сейчас я вам покажу все детально и внутри я еще взял один сухой такой пигмент вот эти три продукта обошлись мне 3550 рублей можете сами посмотреть ребят я был шокирован потому что это практически стоит как профессиональный бренд как бы я не понимаю потому что ну такие бренды это вы знаете это же не бренд то любительская это личная какой-то свой бренд ну как бы выпустила такая и такие цены ну я просто не понимаю за что я посмотрел кучу просто куча обзоров значит обзор сделал андрей петров сделала наталина муа сделала какая-то еще там девушка ну короче не знаю кто это короче непонятно еще люди несколько которых я вообще не знаю кто эти люди и сама крыгина показывала свои свою продукцию но крыгина понятно что она будет хвалить там говорить кучу хороших прекрасных вещей к ну чтобы просто продать свой продукт из этих всех обзоров честно мне понравилось только обзор андрея петрова что я купил я купил значит такого формата вот значит растворитель они мне показали двух форматах растворитель вот этот растворитель она стоит 1250 рублей еще был один она в таком маленьком тюбике она стоила 1150 рублей я подумал что ну лучше взять такое если честно вообще не хотим на это показалось что я просто взял вот эти три 500 просто выкинул потому что и ну я такого рода косметику просто не пользуюсь но я не буду негативно к этому относиться постараюсь из всего этого сделать нормальный макияж ну максимально что у нас получится открываете растворитель вот и с пипеткой вообще нормально да вот эта штука должна была остаться внизу а это тоже не знаю обычно растворители бывают в виде масла но здесь знаете как капли как обычная вода сам конкрет вот таком формате вот это вытаскивается вот такая палитра и внутри продукт вот эта штука которая вот вот это внутри этой штуки еще есть такой знаете типа конструкция вот я купил цвет черный чтобы хоть на чего-то его дальше пользоваться потому что но я не знаю просто куда мне этот продукт деть потом вот открывается вот так вот так открывается вот 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 внутри продукт и такая громадная знаете больше даже продукта я бы сказал и это вот эта палитра как мне девушка объяснила это палитру можно вот вытащить сейчас она мне сказала что это вытаскивается на ну вот типа вот это вытаскивается и как бы можно его пользоваться дальше ну помыть и надеть назад ну продукт смотрите на мой палец и на продукт мой палец больше продукта здесь 4 миллиграмма я так понял внутри вот этого продукта 4 миллиграмма это господи за такую цену это пиздец мало это просто это я не знаю как это писать это вот этот шок словами у нас есть еще продукт вот такого формата это у них пигмент и вот сам продукт я купил что-то вот такого формата чтобы хоть где-то как-то и она мне понадобилась это тупо рассыпчатая рассыпчатый пигмент просто пигмент давайте откроем конструкцию продукта вот она о господи боже ты мой это что почему она такая маленькая мама ты моя дорогая мама ты моя дорогая о о боже это что за внутри у нас ребят вот вот такого знаете представил себе с утра значит у меня есть 15 минут мне нужно накраситься я открываю вот эту штуку и начинаю смешивать что-то ну ладно не буду ничего говорить так ребят я прочитал в часть способ применения как вообще пользоваться этой косметикой здесь есть только один принцип взять смешивать и замазываться ну то есть как давайте я это уже все оставлю что это значит значит производитель то есть Елена Крыгина нам советует что взять вот этот продукт смешивать с разбавителем то есть вот этим и пользоваться как угодно и куда я попал зачем я это делаю то есть понимаете да что вот этот продукт для нас и румяна и помада и тени и как бы скульптор я не понял просто прикол а где тон наверное у них тона просто нет продукт берется один к одному смешивается и наносится это типа правила если не открывать 36 месяцев после скрытия 18 месяцев есть срок годности этих продуктов продукт вот этот она высыхает в течение 40 секунд ну максимум там она сказала что минута я просто не понимаю один прикол ребят а мы же за 40 секунд как мы успеем вообще сделать скульптурирование это как то есть через 40 секунд этот продукт высыхает понимаете да я не знаю давайте попробуем я как бы без понятия как это вообще будет происходить так вот с чего мы начнем смотрите так как у меня только черный цвет я взял 3 продукта я сделаю и глаза черные типа черный смоки айс и вот с таким акцентом вот потому что как мне объяснила консультант мне сказала что если это смешивать с вот этим растворителем это будет такая ну типа жидкие тени что ли ну что-то вот такое так что посмотрим в октя написано срок годности наверное или выпуска 16 9 18 ну наверное это выпуск ну конечно стоит это вот вот эта штука тут так как будто вот все зацепить и она просто исчезнет куда-то напоминаю что эта штука открылась полностью то есть как будто его пользовались а потом просто взяли и вот закрыли так как они говорят что это продукт можно пользоваться на все то есть это и скульптор и гель для бровей и как бы тени и румяна ну как бы все далее такой тюбик и говорит иди делай макияж охуенно просто я хочу во первых попробовать на значит сделать брови а потом уже на глаза ну что поехали посмотрите открываем продукт знаете я так напугался просто я который я видел одного бьюти-блогерша которая сказала что когда ты открываешь она выливается вот так как фонтан но это чистое вранье вообще ничего не выливается вообще и что дальше так нам сказали 40 секунд у нас время идет кстати и кап капельку вот этого это смесь вот у нас получился вот такой смесь я смешал нормально расчесываю брови и и и и и и Продолжение следует... Честно, я не знаю теперь вот... Я не знаю для черного смоки Альза сколько мне понадобится продукт. То есть сколько мне отсюда взять продукт, добавить, чтобы сделать то, что я хочу. Добавлю еще сюда же. Она реально выходит как краска для рисования, но акварельная. Я взял вот такое количество. Добавил один к одному. Смешиваю все это дело. Получилось что-то такое. Давайте. Боже, помоги. Это реально, это как будто, знаете, краску просто взяли и... Старайтесь от этого делать макияж. Посмотрим, сможем мы это растушевывать. Потому что у них есть вот... Есть одно видео, где они красную вот нанесли, а теперь его растушевывают. Ну вот. Вот их растушевка. Вот продукт, который остался на кисе. И... Смотрите. Когда ты стараешься его растушевывать, ну как-то хоть. Она размазывается налево-направо. То есть здесь без теней просто не обойтись. Теперь я хочу взять... Нанести вниз. Та-да-да-дам! Продукт полностью высох. Теперь я должен опять взять... Непонятно сколько. Добавить сюда. Смешивать. Опять продукт. Вот опять я добавил. Теперь этот продукт должен я нанести вниз. Я надеюсь, что вы заметили, что она распечаталась. Теперь у меня здесь моя складка. Белая складка видна. Опять добавили. Надо добавлять. Ребят, я честно-честно стараюсь из этого продукта хоть что-то сделать. Боже, дай мне силы, чтобы я закончил этот обзор. Теперь давайте сюда добавим вот из этой штуки вот этот пигмент. Тоже пигмент. Вот она открывается. Никакого пломба, ничего нет. Просто тупо взял и открыл. Это просто тупо пигмент. Я сюда же добавляю, значит, капельку этой смеси. Ну, две капельки. Так оказалось, что две капельки мало. Мало половин, мало, мало половин. Я добавил громадную, наверное, шесть капел или семь. Теперь сюда в центр хочу вот этот добавить пигмент, который я купил. Такой я сюда добавил около 15 капель. И пока что ничего нет. То есть она как будто улетает куда-то, блядь, исчезает что-ли. Я просто не... Знаете, я хочу сделать макияж, а мне я уже весь в черном. Опять из этой смеси беру и вот столько добавляю сюда. А вот, а теперь много. Опять она стала в таком формате. Знаете, вот, ребят, вот это бесит. Вот непонятно, сколько куда что добавить. Непонятно, как добавить. И что делать дальше. Так, давайте нанесем вот этот центр. И постараемся это растушевывать, что ли. Вадима немножко вот этот черный их пигмент. Ну, черный вот эту штуку. И постараюсь вот это растушевывать как-то. Вот и вам пигмент. Мама, ты моя дорогая, ну... Когда вы стараетесь ставить пигмент, она же тоже с растворителем. А растворитель убирает сам конкрет. Смотрите. Вот сверху я старался растушевывать. Вот тут. Чтобы на границе не было. Она убрала конкрет. Ну, потому что это же растворитель. Она растворяет продукт. То есть невозможно... Я просто не хочу продолжать это издевательство. Ребят, посмотрите, пожалуйста, вы на этот ужас, который у меня на глазах сейчас происходит. Понимаете, да, что я сейчас терпелю? Давайте я нанесу ей тот глаз тоже что-то похожее вот этому и посмотрим на губах, как она будет себя показывать. Чувствую себя дешевой уличной шлюхой, которая, я не знаю, ебалась до утра. Ее ебали налево-направо. И, блядь... Давайте ресницы. Я, конечно, дико не хочу это наносить еще на ресницы, но хочу сделать до конца. Этот же продукт сказали, что можно наносить опять высохло. Я только что его добавлял, вот эту фигню. Давайте я хоть добавлю скульптор, ну, чтобы как-то вот это убрать. Это дичь. Давайте это дичь добавим еще на губы. Ну что, друзья, давайте подведем итог. Я думаю, что здесь уже, как бы, нечего говорить, потому что все, в принципе, сказано, все, в принципе, показано. Бешеная стоимость. Я даже не знаю, куда я буду девать вот все это. Этот растворитель, ну, хоть что-то, как бы, ну, куда-то я его дену. Этот сухой тупой пигмент, куда я его дену, без понятия, потому что, ну, нужно креатив где-то как-то. Ну, она... Мне, конечно, без дела не останется, но просто жалко этих 650 рублей. Вот такой же пигмент я купил у Криолан 450 рублей. Разница. Пять раз больше. И цвет, у них даже цвет одинаковый. Конкрит, как они эту штуку называют. Я, наверное, чтобы сделать вот этот макияж, я, наверное, потратил пол баночки, потому что я добавляю и добавляю, добавляешь растворитель то больше, то меньше, еще добавляешь, то больше, то меньше, и добавляешь. Это, знаете, это бесконечный круг просто. Можно крутиться до конца, я не знаю, до утра. Я... Сделать... Вот я такой макияж, я могу себе сделать за... Не знаю, за 15, за 20 минут. Я с этим уже мотаюсь, я не знаю, часа три, чтобы вот эту всю фигушку сделать. Мне можете сейчас сказать, что типа Тео мог бы ты его закрепить с черными тенями, чтобы это выглядело более-менее хорошо, растушевывать хорошо. Ребята, если я буду пользоваться тенями, нафиг мне вот эта нужна? Ну, зачем? Я могу пользоваться подложкой от Мак или от Никс, обычной, которая стоит за 200 рублей. Зачем мне 1650 рублей давать тупо на какую-то непонятную матовую типа помаду? Это реально матовая? Высыхает за 30, может, даже, я не знаю, быстрее, чем ты его сможешь нанести. Просто, знаете, жалею просто, как никто, что купил эту фигню. Это просто, ребята, друзья мои, не покупайте эту херню. Не надо тратить деньги за такую херню просто. Это реальная херня. Когда я смотрел обзор блогеров, я такой, ну, если честно, я изначально такой, ну, подумал, что, ну, что все получились на человека, ну, выпью все что-то новое. Как бы, надо попробовать, как-то стараться найти какой-то подход к этой косметике и как-то стараться наносить эту косметику. Что это? Вы мне объясните, что это? Это не косметика. Это издевательство над косметикой. Так что, ребята, что итог? Итог это то, что вот эту штуку я оставлю. На всякий случай. Ну, вот, вот, ну, вот, вот. Это на свалку. Вот это на свалку. Вот это, ну, ладно, это на чего-то исполняется. Жалко денег просто. Оставайтесь на позитиве. Смотрели это видео и как бы просто забудьте про эту косметику. Как я. Возьмите и просто выкиньте свои мои деньги. А что, друзья, давайте до следующей нашей встречи. Кстати, наша следующая встреча будет с кистями and beauty. Да-да. В этот раз я вам покажу все на деле. То есть, мы с вами будем делать и макияж, и будем полностью этот макияж делать из этих кистей. Я надеюсь, что не такой пиздец, конечно. Ну, что-то похожее. Так что, давайте, душки мои. До следующих встреч. Пока.